Это одна из 48 квартир в долгостроившемся доме в 140-м квартале. Здесь могла бы жить уже семья. На этом месте располагалась бы детская, а дальше уютная гостиная, где бы собирались друзья и близкие обманутых дочек, если бы не банкротство застройщика Тамир. Строительство началось в 2014 году. По планам дом должен был вестись в эксплуатацию спустя два года, но люди так и не дождались обещанных квадратных метров. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2022-м. По поручению президента России были приняты необходимые меры о недопущении ситуации с обманом участников долевого строительства. Это и стало началом работы с объектом. Мы действительно с этим объектом постоянно искали пути решения, как его достроить. Естественно, он вошел у нас по количеству дольщиков проблемные, по процедуре сегодня, которая действует на территории Российской Федерации. Этот объект был передан федеральному фонду, рассмотрен и выделены денежные средства на его достройку. Сегодня все работы на последнем объекте проблемного комплекса завершены. Также было выполнено благоустройство прилегающей территории. Данный дом мы начали строить с нуля, с нулевого цикла. Работы велись с апреля месяца данного года. В данный момент строительно-монтажные работы вместе с благоустройством подошли к концу. Сейчас ведется тех присоединение к сетям. Все 48 квартир готовы к сдаче. Сейчас фонд поддержки дольщиков ведет согласование дома и работу по передаче каждой квартиры участникам долевого строительства. И уже в декабре люди смогут начать обживать желанные квадратные метры. Завершить строительство достаточно быстро у нас получилось при помощи, непосредственной поддержке правительства Республики Бурятия, главы Республики Бурятия, ну и, конечно же, наших подрядных организаций и ресурсоснабжающих организаций. Хочу сказать, что работа была проведена титанической и потребовала, конечно, сложных усилий и работы именно в регионе. Напомню, что фонд поддержки дольщиков Бурятии достраивает проблемные объекты за счет федерального и республиканского бюджетов. С этим домом завершается сдача всего жилого комплекса на 126 квартир. Базар Юшей в Бату Гармын. Новости дня.